Мы, опять же, любим сравнивать с Россией. Давайте мы поймем, что есть у штаба Навального. Во-первых, в России был активный народ, более активный, чем наш. И не Путин добрый, а люди были более активные, которые выходили на митинги. Но в процентном отношении они даже полпроцента от всей страны не собрали. Это первое. Второе. Тогда еще не было серьезных репрессий. Сейчас правительство Путина приняло решение, объявили фонд Навального экстремистами. И фактически они прекратили свою деятельность и покинули страну. То есть все, что это происходило тогда, когда они могли легально заниматься политической деятельностью. В нашей стране легальной политической деятельностью невозможно заниматься. Хотя в штабе очень часто по этому поводу комментируют. У фонда Навального нет программы. Вот приходит Навальный и говорит, голосуйте за нас, мы поменяем страну. Вопрос, какая страна будет? Ну, в России, вопреки, ставится федеративная республика, где разные есть республики. Татарстан, Башкортостан и так далее. Какую систему политическую построит Навальный? Он должен был эту программу объяснить. Какое будет образование? Какое будет здравоохранение? Какую зарплату будут получать люди? Какая будет национальная политика? Чтобы вы знали, сейчас языки федерации, они носят факультативный характер. Как будут идти выборы? Ну, Навальный произносил всякие слова «хватит кормить Кавказ». Кавказ является субъектом федерации, это не Куба. То есть, я считаю, что политический лидер произнес, озвучил ошибочные действия, если бы, например, я бы говорил, «хватит кормить Шинкет». Шинкет у нас дотационная считается область, и одна из беднейших. Живет там несколько миллионов человек, природные ресурсы большие, климат отличный, это должна быть богатейшая область. И она считается, субсидируется из центра. И вот я бы говорил, «хватит кормить Шинкет». Что бы вы сказали? Покрутили бы около виска и сказали бы вот так, правильно? Ну, а Навальный говорил, «хватит кормить Кавказ». А теперь Кавказ говорит, «хватит кормить Навального в тюрьме». Понимаете? Когда политическая организация хочет построить сильную страну, нужно консолидировать нацию. Для этого нужна программа, говорить, как будет меняться страна, какое будущее ожидает. И все главные вопросы страны, устройства, международные отношения с соседними странами, язык, все должно быть открыто и прозрачно. Что сказал Навальный по Крыму? Крым принадлежит Украине в соответствии с международными договорами, которые подписала Россия в том числе. Они давали гарантию незыблемости границ. Что сказал Навальный? Ну, Крым — это не бутерброд, мы не можем просто так решить. То есть я, при том всем, что поддерживаю Навального, в принципе, чтобы вы знали, я хочу сказать, что у нас в нашей программах нет таких черных мест, неясностей. У нас ясная программа. Мы четко говорим, какие у нас будут международные отношения. Мы говорим, что будем строить независимую республику. Мы говорим, что мы выйдем из Евразийского Союза, потому что она не выглядит на нашей стране. Мы говорим, что в нашей стране не будет никаких ущемлений ни по национальному признаку, ни по этническому, ни по какому. Мы практически нет вопросов, на которые мы не ответили и не озвучили программу. Мы говорим, какая будет заработная плата у бюджетных работников. Мы говорим в качестве примера балтийские страны, которые вместе с нами вышли из Советского Союза, у которых доход на душу в три раза больше, чем у наших граждан. При том всем, их невозможно сравнить по богатству, которое в нашей стране есть. У нас нет вопросов, которые мы бы не озвучили. То есть наши граждане прекрасно должны понимать, куда мы ведем страну. Понимаете? Поэтому, когда приводят пример ФБК Навального, вы посмотрите, сравните с тем, что звучит от нас. Мы ушли с точки зрения платформы, идеологии и так далее далеко вперед. Любой оппозиционной силы, которая есть на постсоветском пространстве. Любой абсолютно. Чего нам не хватает? Не хватает сейчас, чтобы наши граждане были активны.